Отвлечение. Одним из часто встречающихся на практике тактических приемов является отвлечение. Оно применяется тогда, когда требуется отвлечь какую-либо сторожевую, реже атакующую, фигуру или пешку противника от защиты важного поля, линии или другой фигуры. То есть мы с помощью отвлекающего действия вынуждаем защитника покинуть пост, после чего охраняемый объект на какое-то мгновение остается без присмотра. Поясним наш пример. Ферзь c2 идет на поле c8 и атакует короля. Линию атаки перекрывает черный ферзь. Он идет на поле f8. Белый ферзь сейчас не может бить черного ферзя, поскольку он находится под охраной своего короля. Белым необходимо сделать что-то такое, что заставило бы черных убрать короля с поля g8. Белые делают ход ладьей на поле h8. Шах. Вот оно отвлечение. Черный король бьет ладью на поле h8. А черный ферзь остается без защиты. И белый ферзь бьет его и объявляет шах черному королю. Черные защищаются. Ладья hg7 идет на поле g8, перекрывая линию атаки. Тогда белый ферзь идет на поле h6 и объявляет королю мат. Отвлечение можно добиться как с помощью жертвы, мы это видели в предыдущем примере, так и более простыми средствами принуждения. Например, с помощью шаха или угрозы. Партия свежников Луканс, Рига, 1990 год. Черный слон g7 бьет пешку d4 и нападает на коня c3. Белый ферзь с поля d2 мог бы побить слона d4, но тот находится под защитой своего ферзя на поле b6. Ферзя следует каким-то образом отвлечь. Конь c3 идет на поле a4 и атакует ферзя. Слон уходит на поле f2. Шах. Белые занялись защитой короля и отвлечены от черного ферзя. Белый ферзь бьет атакующего слона и одновременно нападает на черного ферзя. Черный ферзь идет на поле b4, атакует короля и коня на поле a4. Конь перекрывает линию атаки по королю. Он делает ход на поле c3. Этот пример демонстрирует редкий случай отвлечения атакующей фигуры. Партия Даррес-Шпильман. Вена, 1907 год. Мы видим позицию, где у черных ладья e8 держит под ударом слона на поле e3 и сквозь него атакует ферзя на поле e2. Белые блестяще выходят из этого положения. Ладья d1 идет на поле d8. Объявляет шах черному королю и черные сдаются. Смотрим последствия этого хода. В данном случае белые применили сразу три тактических приема. Отвлечение, двойной удар и завлечение. Черные отвлечены от атаки на слона ферзя. Двойной удар нанесен таким образом, что избавиться от шаха можно, побив нападающую ладью либо королем, либо ладьей. Посмотрим и тот, и другой вариант. Если белую ладью побьет ладья e8, то белые слоном c3 бьют черного ферзя на поле c5. Без ферзя черные проиграют. Если ладью побьет черный король, то ситуация не лучше. Белый конь с поля a5 пойдет на поле b7, и белые наносят двойной удар по королю и ферзю черных. Король уйдет от шаха, а с ферзем черные расстанутся. Пожалуй, главная причина применения отвлечения – перегрузка фигур защитными функциями. Защиты нескольких фигур, важных пунктов, линий. В позиции с партии Ботвинник-Керрис, Москва, 1966 год, на черного ферзя возложены следующие обязанности по защите, которые не устраивают белых. Он охраняет поле h4, на котором находится пешка, и поле e7, откуда конь может атаковать черного короля. Если у белых на поле h4 будет стоять ферзь, а поле e7 сможет занять конь, они легко объявят мат черному королю. Белые делают ход ладьей b1 на поле b8 и угрожают черному ферзю. И черные сдаются. Они будут вынуждены побить своим ферзем ладью b8, а дальше наступят последствия, о которых мы только что сказали. И поражение неизбежно. А это пример из партии хус-пандавас в Салонике, 1984 год. Здесь черный король находится под мощной защитой. Однако поля g8 и h7 контролируют белый конь, который находится под защитой своего ферзя. Задача белых отвлечь защитников короля от своих позиций, освободить вертикаль g и атаковать короля. Белый ферз делает ход с поля f2 на поле f4 и угрожает пешке на поле h6. Черные должны избавиться от белого ферзя, и его бьет конь с поля g6. Теперь ладья h5 бьет пешку на h6 и атакует короля. У черных единственная возможность избавиться от шаха. Они бьют ладью ферзем g7. Ферз встал таким образом, что атакован конь на поле f6. Но белых это не страшит. Ладья с поля g3 делает ход на поле g8 и объявляет мат черному королю. Черным не хватает одного хода, чтобы отклонить угрозу. А в этом примере из партии Васконс-Серебряков Рига 1965 год показана, как может сочетаться стандартная атака по вертикали h с отвлекающим маневром коня. Ладья h1 бьет слона на поле h8. Шах. Король бьет ладью. Ферзь с поля d2 идет на поле h6. Шах. Король возвращается на поле g8. Для успешной атаки на короля черных белым необходимо поле h7. Оно контролируется черным конем f6. Чтобы убрать его оттуда, белые поступают следующим образом. Конь c3 идет на поле d5 и атакует коня на поле f6 и ферзя на поле c7. И черные сдаются. Посмотрим, как могли бы развиваться события. Черные вынуждены побить коня на поле d5 конем f6. Тогда белые сделают ход ладьей d1 на поле h1. После чего ферзь может с поля h7 объявить мат черному королю. Отвлечение пешек довольно действенное средство. Особенно при атаке на короля. Так как они чаще всего являются его естественным прикрытием. Вот ситуация из партии Корчной Карпов, 1978 год. Черный конь d2 делает ход на поле f3 и атакует белого короля. И белые сдаются. В партии могло бы последовать. Защищая короля от шаха, белая пешка g2 бьет коня на f3 и открывает его. Отвлекается от его защиты. Тогда черная ладья c6 идет на поле g6, шах. Король уходит на поле h1. Черный конь e4 идет на поле f2 и черный король получает мат. И еще пример. Окончание партии Немцович-Алапин, 1912 год. Здесь открытую линию, по которой действует тяжелая фигура белых, ладья, перекрывает слон соперника. Не будь его, белые немедленно завершили бы партию в свою пользу. Значит, надо это препятствие убрать с дороги. И вновь на помощь приходит отвлечение. Белый ферзь с поля d2 идет на поле d8, шах. Королю отходить некуда. И черный слон вынужденно бьет ферзя. Вертикаль e стала свободна для ладьи e1. Она делает ход на поле e8 и объявляет мат черным. Королю опять отступать некуда. А бить ладью нельзя, поскольку она стоит на битом поле белого слона c6.